Национальный язык и традиции в двух тысячах километрах от родины Ярославскому обществу в войнах исполнилось четверть века. Отметили концертом, на который пришли представители всех диаспор. Дарья Крот увидела, как живут уроженцы Ингушетии и Чечни в столице Золотого Кольца. Наш народ. Так переводится в войнах, причем что с чеченского, что с ингушского. Уроженцы соседних республик сохраняют единство даже в тысячах километров от родины. Мы вместе с собой не чувствуем разницы, но все думают, что он чеченец, он ингуш. Но между нами нет такого. Мы всегда говорим о войнахе. Мака Сагаибова, заслуженная артистка ингушетии и Чечни, приехала из Грозного, чтобы поздравить войнахов в Ярославле. Под родные мелодии на месте не усидеть. Мужчины у нас были такие зверские, женщины были такие жесткие, как-то да, чуть-чуть как бы разница есть. Кавказский дух, он как бы, он уже известен всем. Но наши девушки готовы поспорить. Не отстает и армянский ансамбль «Нур» в переводе «Гранат», ярко-красный, как и национальные костюмы. Символизирует плодородие. Одним из узоров наших костюмов являются узоры, взятые из ковров, которые ткут именно у нас на родине. В основном это красно-оранжевый цвет. Диалог культур оказался возможен и на языке живописи. Руслан Тумриев себя считает настоящим войнахом. Родился на границе Ингушетии и Чечни. На картинах, конечно, Кавказ. Национальный костюм надевает нечасто, тем не менее, притронуться к папахе не позволяет. Это гордость мужчины считается, папаха, то есть вообще головной убор. Но это как бы честь лицов. Вдали от исторической родины сохранить язык и культуру. Вот задача, которую в 93-м году поставили перед собой войнахи, живущие в Ярославле. Но последовавшие друг за другом чеченские войны внесли коррективы. Нам приходилось не только заниматься своими культурными вопросами, но и защищать права наших граждан, чеченцев в России, оказывать помощь вынужденным переселенцам, беженцам. Но главная цель, к которой войнахи стремились все 25 лет – быть понятыми и принятыми коренным населением. Теперь уверенно заявляют – у них это получилось. Дарья Крот, Игорь Мосин, Новости города.